сегодня в работе lexus ls 460 буду ремонтировать сиденья водительская пассажирская и убирать дефекты на заднем диване так вот в таком состоянии мне досталась машина под ремонт lexus пробег огромный просто огромный значит так водительское сидение сейчас водительское сидение я буду делать видите что да вот мужик видно здоровый ездил на переднем сидении ну и правым ключом замял когда оборачивался назад когда двигался задним ходом значит сидушка вот в таком состоянии в ужасного ребят пробег около 300 тысяч ну неизвестно реальный нереальный так руль затерт руль я делать не буду но и на сзади сзади вот такой бардак тут тоже я буду все устранять видите какие замятости там где сидел ну назовем его хозяином хозяин машины сидел сзади здесь сидел водитель водитель тоже был не маленький вот будем ремонтировать значит водительская низ бог пассажирская бог так блин закрылась здесь что ли чё на закрылась сейчас откроет секунду что-то здесь захлопнулось так сейчас покажу что сзади буду делать так а сзади я буду делать убирать все вот эти вот нюансы видите здесь везли колеса ну и соответственно сейчас резко сесть поймается вот соответственно вот так все задавили раздавили вот буду устранять все вот эти вот нюансы от колес вот и на дверях то же самое ребят видите от колес какая беда кстати вот это залома это все завод делает ребят вот это все это от завода на той второй двери тоже самое а мне надо устранить вот это вот от колес и вот это от шипов вот парогенератором буду делать вот такой ужасный вид у сидения сейчас я вам покажу как разбирать чтобы вы не поломали пластмасски в этом ролике я не буду показывать как все это дело перетягивается потому что не имеет это смысла перетягивается все по одному сценарию я уже несколько десятков видео отснял смысл снимать новое видео загружать вас информации не нужно и не буду значит здесь покажу как снимаются пластмасс чтобы ничего не сломать так менять я буду вот этот бок вот этот бок и соответственно вот этот бок меня тоже попросили поменять по причине того что это водительское сидение под правым плечом с той стороны все измята пробег напомню большой вот для этого мы кладем сидение так как мне спинку делать тоже надо значит отщелкиваем вот этот пластмасс вот щелкнул и чтобы снять заднюю крышку выкручиваем вот эти саморезы выкрутили саморезы теперь сдергиваем спинку но здесь есть такой маленький нюансик вот здесь в этом месте сейчас покажу прикреплен разъем вот где моя рука вот его надо отсюда демонтировать он у нас очень хитро подключен здесь подсветка видно то есть надо вынуть разъемы здесь вот один штекер вынимаем надо еще один демонтировать посмотрю как он снимается вот он он на защелочки вот вынимаете вот эту защелочку как с той стороны у нас ничего нет да все вот крышка готова то есть не забудьте вынуть два разъема так ну что да разберу я чехол спинки значит вынимаю вот здесь пластмассовые пистоны две штуки сверху точнее снизу они сверху с да так вынули теперь эту часть у нас разобрана снимаем скидываем так смотрим что здесь но пока ничего не трогаем сейчас мы пока разбираем скидываем есть все пластиковые фиксаторы очень сложное сиденье блин если бы не постоянные клиенты я бы лучше бы отказался бы не тратил деньги точнее время потому что это совсем другие деньги ребят ремонтировать дорогие машины ты совсем другие деньги за это берется больше чем за какую-то hyundai можете вот обратиться к официалам сравнить цены и поймете насколько это все дороже у официалов стоит потому что видите как все заморочено смотрите какое количество разъемов моторов воздуховодов за это люди когда покупают более дорогую машину они понимают что за это надо за все платить так теперь 10 ключ мне нужен чтобы открутить крепление беда так 10 головка откручиваем 10 не забывайте все складывать в одну и ту же коробочку что потом ничего не терять так это мы крутили теперь скидываем здесь разъемчик и скидываем вот этот железный так все это у нас готово так видно там еще нибудь в камеру то да вроде видно так ну вроде как по бокам мы все разъединили вроде как ничего теперь знаете вот эти вот направляющие для направляющие надо вынуть для подголовников так они вынимаются вот здесь фиксатор у них находится так не забудьте у них есть левый правый по моему нет по моему они одинаковые но я все равно подпишу фиксаторы по моему вот они если не ошибаюсь так вот один не сзади там еще один как бы до него добраться здесь очень сложно добраться немножко вот все освобождаем фиксаторы вынимаем фиксаторы вот они один и второй их надо нажать я сейчас помечу так вот это у меня левый 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 коробочку точно также освобождаем вот этот нужно таким образом отверточки на них нажимаем и выдавливаем вверх на всякий случай тоже помечу правый так правый фиксатор ну да так теперь я думаю что должен чехол сняться но скорее всего здесь помешает еще нам разъем подогрева сидений так и вот здесь вот еще надо не забыть просунуть вот через это отверстие этот штекер который мы вынули из спинки сейчас я его единию он имеет тоже соединение не знаю зачем они тут так сделали на заводе и обратно вставлю чтобы не забыть теперь у нас должен скинуться сейчас посмотрим или где-то что-то у нас сейчас еще будет держать скорее всего будет сейчас чего-нибудь держать обычно подогрев еще приходится вынимать так здесь все нормально идет тогда у нас вот он подогрев подогрев нам не дает скинуть подогрев у нас уходит под низ сидения вот он вниз здесь должен быть разъемчик вот он белый разъемчик ребят если вам видно под сидением есть белый разъем вынимаем подогрев всем просовываем его так здесь тоже у нас вот белый и должна сняться все ребят вот таким образом разбирается спинка сейчас будем разбирать себя уже год буду разбирать уж извините не готовился и машину такую не делал так что возможно будут какие-то так нас можно их назвать ошибки я не специалист по лексусом так что уж извините вынимаем пластмассовые дистон и сзади здесь их три штуки вот одного не было на заводе не поставили видно забыли так что на заводе лексус тоже забывают так ставим чтобы не искать надо запомнить так перед выкручиваем саморезе ки пластик нам надо снимать будет ну возможно не надо сейчас я посмотрю может быть я гречу в этот саморез но наружный пластик точно надо снимать иногда вот эти крышки боковые снимать не надо тогда разбираем боковой пока пластмасс где органы управления у нас находятся сиденье кстати у меня там один саморез должен быть здесь так и сейчас будем смотреть как это все у нас скидывается заглянуть что снизу делается как здесь закреплено у нас хотя бы приблизительно чтобы быть в курсе как я еще один саморез нашел вот в этом месте он играет значение да он прикручен к металлу металл у нас остается давай попробую выкручу если что закручу обратно если он не понадобится напомню разбираю первый раз поэтому возможно на выкручиваю чего-нибудь ненужного сиденье очень тяжелые ребят сразу говорю ворочить их у нее так вот здесь у нас значит пластмассовая защелка находится ее надо расщелкнуть так расщелкнулась дальше смотрим еще где у нас дождите а может не надо его разбирать это мне такое подозрение смутное что можно обойтись может быть корыто снимается целиком не похоже блин очень сложная машина так ладно потому что вот этот пластмасс он уходит как-то вот как-то мне не внушает это доверие мне кажется не надо боковой пластмасса снимать еще один винт раскручу еще один подался так тут куча разъемов у нас блин от них еще надо как-то освободиться одну под кнопками есть у нас винты очень часто делают под этими кнопками винты сейчас проверим надо снять одну смотреть нет винтов здесь нет так что туда нужно не лазить где-то у нас какой-то фиксатор еще спереди есть как сложно все в этих машинах что здесь у нас вот он разъем здесь у нас как-то зафиксирован спереди он у нас зафиксирован вот он все на шелге здесь просто ну г-образные железные фиксатор вот и важно чтобы подколенник который выезжает он не был задвинут до конца иначе вам этот фиксатор не даст выйти пластмасски то есть его надо немножко вперед чтобы он был отодвинутый но мне дал вот теперь можно вынуть разъемы разъемы вынимаются тоже тяжело на проводах экономят сейчас я выну включу записи дальше разъемы я вытянул теперь выкручиваем вот эти саморезики один вот я обнаружил еще вот здесь один и вот здесь один значит снизу выкручиваем и вот здесь еще один саморез посмотрим вынится не вынится а вот еще один ребят этот я выкрутил тоже средненький теперь пытаемся вынуть не докрутил я его ребят выкручиваем конца теперь надо не потерять саморезы если у нас должно быть их три так раз два третий где-то мне уже вот он прятался 3 так вот теперь пытаемся изучить дальше как у нас снимать на ребят я понял значит пластик снимать надо но все равно чтобы снять вот эту подушку надо открутить болты по моему 14 или 13 если я не ошибаюсь вот один вот 2 значит вот здесь сейчас покажу вот здесь в отверстие 3 ну и соответственно с той стороны 4 так что тот пластик тоже надо снимать так как он снимается сейчас давайте тоже покажу как снимается выкручиваем вот этот болт который не хотел выкручивать саморезик выкручиваем я думал я хитрый и обхитрю так и спереди сейчас посмотрим что у нас тут еще держит да здесь у нас ну понятно здесь вот фиксатор внутри который я отфиксировал противоположной стороны так он отсоединяется легко но у нас есть еще внизу какой-то момент а вот ребят увидел вот вот еще один саморез в отверстие накручиваем так все вынимаем да сейчас если даст вынуться здесь тоже может вот еще один ребят вот его тоже выкручиваем наверное перекрываю камеру но извините оператор у меня нет блин зараза куда заскочила чтобы вы не думали что это легкая работа ребят вот так учишься с сиденьями кто думает что это здесь деньги легкие так все ну теперь надо видите вот чтобы открутить у меня здесь перекрыт доступ ребят к болту вон он видите где вот где моя отвертка посмотрю видите вы доведите для этого мне нужно демонтировать еще вот этот воздуховод и потом расскажу еще один нюанс у меня отверстие не совпадает с болтом я подразумеваю конечно почему это но сейчас посмотрю как так то ли они его снизу нет отверстие сделано для того чтобы откручивать у меня где-то перекрыта одна треть одна треть перекрыта так что сейчас я буду голову ломать как мне открутить скорее всего придется что-то подвигать электрически так бывает иногда вот на некоторых машинах лифт скорее всего мешает сейчас я поиграю лифтом и скорее всего лифт мне при опускании отверстия совпадут то есть гайка болт совпадет отверстием вот все выкручиваем значит воздуховод откручиваем чтобы он нам не перекрывал воздуховод у нас наскольки на 3 саморезов держится как раз два три три нашел до 3 снимаем его потому что это необходимо посмотрим можно его оставить или все таки придется целиком демонтировать так в принципе можно подобраться не буду я демонтировать но по крайней мере открутив саморезы я могу подвигать и найти вот видите оптимальное значение чтобы открутить но так я не подлезу мне лифт мешает сейчас я расскажу как справиться с лифтом если сидение снято так ребят чтобы мне открутить вот эту фигню надо чтобы вот этот болт был ровно посередине отверстия он у меня смещен вот видите насколько я туда не могу подобраться инструментом могу но но не могу вот для этого мне нужно добраться вот до этого мотора вот синий разъем вот этот мотор сейчас покажу вам вот так вот вынуть его и подсоединив аккумулятор плюс-минус методом тыка подвигать вот эту часть взад-вперед соответственно мне надо ее подвинуть вперед где-то на миллиметров на 6 на 7 и тогда у меня совпадут отверстия я показывать это не буду потому что это сейчас минут 5-10 у меня займет ой да ребята это было что-то как я попал я сам не знаю так разъем ставить назад обязательно иначе поставите в машину и поймете что надо снимать и опять нести мастерскую защелкнулся все четко так и какой то я еще вот этот не защелкнут все защелкнули так все вы это поняли теперь значит откручиваем видите теперь совпадает все теперь берете гайку болт головку на 12 откручиваем откручиваем один так доставать их конечно оттуда тоже целая проблема блин ладно я достану потом точнее он сам вывалится тут а вот видно есть дак этой стороны тоже откручиваем и посолениями сейчас будем откручивать посмотрим что еще мешает когда все болты откручены можно увидеть последнюю так сказать последний этап последнюю фазу разборки сидения вот чтобы снять эту беду надо снять вот этот воздуховод либо хомотиками либо болтиками потом к нему вот идет вот этот разъем вот он белый чуть не уронил телефон так вот он белый разъем надо вынуть и сзади у нас еще идет еще один разъем вот он кстати не забыть тоже вот этот видите поставить видите сколько разъемов ребят надо запомнить вот этот разъем вынимаем тоже нам мешается и вынимаем уже подушку вот наверное сделать что ли такой ролик или потом показать вам что в конце получилось ну ладно если дальше продолжение не будет значит этот ролик будет называться как разобрать сидение до его скелета так сказать потому что это тоже блин заняло очень много минут и это сложный достаточно процесс ребят очень сложный и самое главное потом собрать все обратно закончил я делать lexus сейчас я вам покажу что я смог вытянуть из этого старья ребят из старых сидений новые никогда не получится так что я сделал все что мог сделать вот как это выглядит примерно то есть я вставлю сейчас в ролик как было вы сможете что посмотреть хотя бы оценить что что я смог сделать из этого потратил я это 10 часов на это все буду ремонтировать сиденья водительская пассажирская и убирать дефекты на заднем диване это пассажирская но пассажирская я просто идеально натянул мне хотели заставить вот эту боковинку перетягивать я сказал не будут ну сам для себя сказал не буду виси набил его натянута как барабан вот но с водительским конечно я менял левую правую сторону спинки эту часть и эту часть и все внутренности в том числе и сверху вот и не среставрировал набивал в общем был кошмар то есть вот такую вот я вещь совершил ну то есть все равно получилось конечно не как новая потому что надо было просто это сиденье чехлы выкинуть на помойку купить новое потому что купить старое сиденье она будет точно такое же старая какая-то старая и поролоновую плиту поменять и сверху и снизу то есть расходы бы понеслись бы какие если менять все целиком каждый чехол стоит примерно около 400 евро то есть этот 400 евро это 400 евро поролоновые плиты примерно ну евро по 30 примерно евро по 30 то есть это еще 60 евро то есть 860 евро замена ну или бушная точно такой же вот поэтому едут ко мне я ремонтирую это за копейки после меня сейчас это все про труд про хим чистят значит все подкрасят и будет все в один цвет и никто ничего не узнает вот швы идеальные ребят смотрите как швы смотрятся красиво все ровненько но не в силах я не господь бог чтобы из старых сидений сделать новые вот так что вот такой вот заказе к вот такая работа 300 тысяч пробег ребят все всем спасибо подписывайтесь на канал до свидания